Пустые звуки, пустые дни, слишком много, помни о них. Перед входом в актовый зал гостей первой школы встречал вокально-инструментальный ансамбль. Он появился здесь только три месяца назад, и это тоже причислили к достижениям образовательного учреждения. О том, чем живёт первая городская, рассказали на традиционном в конце учебного года мероприятии. День открытых дверей прошёл под девизом «Семья и школа. Взгляд в одном направлении». В рамках федерального проекта «Цифровая образовательность среда» в 2024 году, совсем недавно, наша школа получила новый кабинет информатики. Мультимедийное и компьютерное оборудование для трёх учебных кабинетов. Поставка уже началась, частично оборудование уже завезено. Определены кабинеты, в которых оно будет установлено. Использование нового оборудования начнётся сразу с начала нового учебного года. Здесь родителям показали своего рода презентацию учебного заведения, в которой было место наградам и достижениям, программам и конкурсам с участием детей и педагогов, поездкам с профориентационной и познавательной целью. Также мам и пап пригласили на мастер-классы, например, рисование на спилах. Эту технику учитель изобразительного искусства Гульнас Сафарова презентовала на выставке «Россия в Москве», где она пользовалась успехом. За четыре часа посетители изрисовали все 350 изделий, которые педагог привезла с собой. Всплеск интереса к этому виду искусства объясняют стремлением стать ближе к природе. Рисование на спилах – это сейчас какая-то новомодная тенденция. То есть это срез дерева, который обрабатывает, шкурит, потом грунтует и снова шкурит, чтобы она стала гладкая, как бумага. И рисует обычно акриловыми красками или гуашевыми красками. Открыты для родителей двери в спортзал. Здесь проходит занятие по мини-футболу. Вячеслав Дымченко демонстрирует, чему научились его подопечные за несколько месяцев. Наряду с мальчиками и девочками. Если первые тренировки девчонки приходили и, грубо говоря, не могли по мячу попасть ногой, то теперь они ведут этот мяч с таким упоением, с таким удовольствием. У них такая жажда в глазах, жажда футбола, что я смотрю на них и самому хочется с ними работать все больше и больше. А еще родители продегустировали блюда в школьной столовой. Повара показали почти весь свой арсенал, в котором порядка 60 блюд. Картофельное пюре, плов, омлет, пельмени из говядины, каши. После пробы нужно было оставить отзыв на специальном стенде. Очень вкусно, теплое, вкусное питание, очень разнообразное, свежее. Я думаю, что наши дети в восторге. Я сейчас только что прямиком из школьной столовой. И для меня было огромное открытие, что в первой школе в нашей готовят самостоятельно. Потому что я была убеждена, что еду привозят из Мегиона, там, или из какого-то другого города. Ну, так вкусно, я не ела вообще уже сто лет просто. И у меня даже созрел слоган, что путь к родителю лежит через желудок. Насыщенная программа встречи подарила впечатление, которую родители сложились об учебном заведении. Дочери очень нравится, классный руководитель, коллектив, образовательная программа. Она приходит всегда полна знаний. Уроки я с ней практически не делала, она сама делает. Сколько программ здесь проходит, сколько всяких олимпиад, образовательной системы у детей. В наше время такого не было. Очень много интересного. Цель таких встреч – объединить усилия семьи и школы, чтобы обеспечить успешное и счастливое будущее детей. Ирина Гончарова, Дмитрий Огородников. Наши города.